Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил по российскому рынку труда. Пик безработицы пришелся на август 2020 года. По мере снятия ограничений ситуация выправляется, но до показателей 2019 года еще далеко. Сейчас по стране примерно 4,5 миллиона человек нуждаются в работе. Из них почти 14 тысяч проживают в Саратове. За год число безработных в областном центре выросло почти в пять раз. Это данные из отчета о деятельности городской администрации и мэра Михаила Исаева. Аналитики в своих исследованиях наиболее проблемными с точки зрения кадрового дефицита называют Сибирский, Дальневосточный и Приволжский федеральный округа. Наиболее активные граждане в поисках работы покидают родные края. Утечка мозгов сказывается и на качестве кадрового резерва. Вакансии есть, только работать некому, уверяют в саратовских кадровых агентствах. Вакансии возникают ежедневно. У нас раздаются очень часто звонки. Допустим, за один день, если сделать такой средств, то это может и пять, и семь заказчиков позвонить с потребностью подбора персонала. От некоторых приходится отказываться заказов, потому что мы заранее знаем, что определенный уровень кандидатов найден не будет. Допустим, самая популярная вакансия менеджера по продажам, она сейчас не так быстро закрывается, потому что, к сожалению, желающих сотрудников найти невозможно. Нет более активных, мобильных людей. Дело в том, что люди стали менее социально ответственны. С развитием цифровых технологий ухудшаются качества работников, личностные качества страдают. А мы отвечаем за качество найденного персонала. Бухгалтеры, инженеры, айтишники, менеджеры по продажам, по словам специалистов по кадрам, это самые востребованные сейчас профессии в Саратове. На сайте городского центра занятости много вакансий врачей и охранников. Прокручиваясь же один из самых крупных сайтов по поиску работы, картина куда более реальная. В Саратове ищут продавцов, менеджеров, консультантов, водителей такси. Тема серьезная и, наверное, требует повышенного внимания всех, так скажем, участников процесса и органов власти, и бизнеса, и общественности. Ну, сами посудите, за прошлый год число безработных в Саратовской области возросло в несколько раз. До 65 тысяч. Это при всем том, что у нас занятых, активных, которые могли бы работать, полные работают и могли бы работать, миллион сто пятьдесят. То есть более пяти процентов, значит, не работают, а хотели бы и могли бы работать. За прошлый год только были ликвидированы 16, так скажем, тысяч малых предприятий. Это 10 индивидуальных предприятий, 10 тысяч и 6 тысяч ООШ. Ликвидированы, но в то же время было создано вновь 9 тысяч. Но видим баланс минусовой, минус 7 тысяч единиц. Это уже обо многом говорит. Показатель безработницы – это одна из характеристик или один из индексов, который отражает экономическую ситуацию в целом. И здесь уже можно переходить к крупным предприятиям, которые мы, к сожалению, в последнее время теряли и продолжаем терять. И сокращаются, и ликвидируются. Всем известны Тролза, которые закрыты, но сейчас, так скажем, реанимируют в другом ее качестве. Это такие предприятия, как тоже РМК, СЭПа, Молот, Петровский, кондитерская сейчас фабрика. То есть мы видим, это число, так скажем, растет. И на это надо обращать внимание и предпринимать такие конкретные меры. Наталья по специальности бухгалтер. Ее история нетипична для российских реалий. 20 лет прожила и проработала в Канаде. И, как говорит, всегда мечтала вернуться в родной Саратов. Недавно ее мечта осуществилась. Она приехала на каникулы к родным и сразу нашла работу на одном предприятии, где требовался бухгалтер со знанием английского на уровне носителя. Сейчас у нее испытательный срок. Выше 50. Это в Саратове. Это хорошо, да, выше 50. Для Саратова я считаю, что это очень хорошо со своими льготами, которые преимущественно достаточно хорошие после испытательного срока. Они вступят в силу. Вообще в организации очень хорошо у них все это отработано. Я вижу большую перспективу в этой организации для себя лично. Здесь в Саратове? Здесь в Саратове, да. И останетесь тогда здесь, да? Абсолютно. У меня абсолютно. Потому что у меня тогда будет работа моей мечты и моя жизнь переменилась кардинально, насколько я хотела жить в России и имея ту работу, которую я люблю. Такие случаи единичные. Как рассказывает сама Наталья, многие ее родные и друзья уехали жить и работать в столицу. Одна из причин массовой трудовой миграции – низкий уровень зарплат. Порой реалии существенно отличаются от цифр официальной статистики. Именно по этой причине у нас по-прежнему нехватка специалистов в медицине и образовании. Соискателей на эти вакансии стабильно мало. Реальные доходы населения продолжают падать. И, по мнению экспертов, именно в этом главная проблема, связанная с безработицей. Снижается покупательский спрос, уменьшается прибыль работодателя, дальше по цепочке. Плюс большую роль играет комфортная среда, которая, к сожалению, в нашем городе развивается очень слабо. Учитывая, что этот показатель характеризует не только социальную и экономическую ситуацию. Это, прежде всего, определяет качество жизни. Это основной источник населения. Поэтому этот показатель должен быть во главе угла буквально у всех сторон этого процесса. Мы вот в общественной палате, в общественном совете при Министерстве труда приняли решение все-таки вернуться и более глубоко разобраться с этим вопросом где-нибудь во второй половине мая. Потому что комплексная проблема непростая и требует дополнительной оценки и принятия мер. А пока чиновники и эксперты ищут, как же решить проблему с безработицей, саратовские специалисты продолжают уезжать из родного города в поисках лучшей жизни.